Продолжение следует... Продолжение следует... Все-таки в квалификации должны справиться те, кому положено. А надо сказать, что стартовый протокол длинный сегодня. Протокол, я бы сказал, на уровне самых таких жестоких соревнований, когда... Поди отберись хотя бы для начала. Потому что более 70 человек в стартовом протоколе. Конечно, не в последнюю очередь. Это из-за того, что... У российской команды есть большая дополнительная квота и на правах хозяев. Поставили как давным-давно испытанных ребят, так и тех, которые только-только еще начинают. Но в общем и целом у большинства международный опыт есть и неплохой. Стартовый протокол на вашем экране. Здесь никаких кей-оу, никаких особенностей. Здесь нужно попасть в 50-ку и пробиться в первую попытку. А затем два соревновательных дня, которые, надеюсь, пройдут без сучка, без задоринки. Потому что и нашлый очень трудный сезон, когда, к сожалению, вынуждены были переносить с весны на осень и при пустых трибунах проводить состязания на летальнице в Словении. И впервые это все прошло в декабре месяце. Ну что ж, в добрый путь, говорим мы первому участнику, от первым номером числится в стартовом протоколе Ильмир Хазиддинов. Вместе с вами по этому колоссальному кубковому марафону, когда, как говорят сами, Ильмир, человек проверенный человек, опытный человек, который добивался неоднократно попадания в 30-ку сильнейших в кубковые очки. Но сейчас не самый веселый такой момент в его карьере. И на Айсте, вот видно было уже по тренировкам, что его результаты были достаточно скромны. И попадание в 50-ку дело для него достаточно непростое. Тут же подхватывает внутрикомандную эстафету и его товарищ по команде Александр Баженов. Тоже, опять-таки, всем тем, кто смотрит наше, нужно и очень желательно улететь за 120, что совсем даже не просто в этих переменчивых погодных условиях. В национальной группе Казидинов, Баженов, Пуртов, Колобов, Максимочкин, ну, Маньков в какой-то степени, да, он. Потому что в этом списке, но, тем не менее, у Ильи такие интересные очень тоже наклевываются перспективы. И, собственно, не вчера это все стало происходить. Ну, а, соответственно, Корнилов, Садреев, Рафимов, Климов, Назаров, они все соревнуются уже в основе. Имея кубковые очки, первый, кто набирал кубковые очки в нынешнем сезоне, будет Метцокуп, канадский спортсмен под 23-м стартовым номером. До него стартуют те, которые обычно стартуют на континентальных соревнованиях, либо те, которые были травмированы и очков не набирали, но классу них ого-го. Или еще и очень неплохо распрыгаться, как, например, Штефан Лае, который стартует под 12-м номером, который уже с подиума чемпионата Германии. Возвращение получилось просто таким молниеносным практически. Лето ему очень помогло. После 26-летнего Баженова и 19-летнего местного прыгона Апуртова Нижнетагильского, он принадлежит этому клубу точно так же, как и Маньков. Свой прыжок совершает Максим Колобов, еще один тинейджер. Но старт тоже некоторый без малого 20 лет, конечно. А тем не менее тинейджер он и есть, потому что ему пока еще не 20. У него еще пока предыдущее десятилетие в возрасте. Поэтому в данном случае, будучи противником таких калек, я буду отстаивать здесь именно этот вариант. И у Максима Шчин. 28-летний представитель Нижегородского Динамо. Тоже пока вот к этой погоде, к этим условиям не совсем пристреляют. Ну и, соответственно, скорость ветра постоянно меняется. То есть Пуртов практически в полный штиль попал. Пятая площадка задействовала. Словых таких получается в беседах тренеров, насколько важна психология. Потому что вот те же самые чехи. Два лидера чешской команды в условиях сборов совместных со словенцами. Потому что у них опять Вася Байтс после 14-летнего перерыва с Масаки. Или 15-ти даже летнего перерыва. После Янды вернулся он. Ну, он покочевал, известно. Но, к сожалению, здесь тоже прыжок недалекий. И тоже прыжок малоперспективный с точки зрения попадания в основные соревнования. В общем, сложнее и инфицировать ничего не получается. В плане техники, в плане отталкивания, динамики, поведения в воздухе и так далее. И он собой, конечно, недоволен. Он прекрасно знает и помнит, что способен на большее. Но что поделаешь, этот сезонный блин получается комом. В предыдущий раз, когда он на Айси стартовал, он занял 33-е место. А это один из самых возрастных. Собственно, второй по возрасту после Омана. И болельщики со стажем помнят. Но, наконец, слово. Кореец очень-очень давно выступает. Еще когда немецкие специалисты работали с этой командой, с 98-го года прыгает. Такая длинная карьера в Кубке мира. Только у Нарияки Касаи, который, боюсь, в основную команду, как и в прошлом году, не попадет. И его олимпийская мечта не осуществится. Потому что, ну, уже очень маленькие шансы. Он должен был показать себя на чемпионате, на осеннем своей страны. А он там был очень далеко. И такое ощущение, что всех-всех это расстроило. Собержан Муминов. Один из самых рослых. Как всем известно, тоже и Муминов. Затем Козисек. Сокупи-Альто. Некоторые шутят, что он на английский манер оправдывает свою финскую фамилию. Тоже далеко не предел мечтаний для Муминова. Муминов пока еще не отмечался на каких бы то ни было позициях, заметных на этом троплине. Просто потому, что все у него только начинается. И с наисти. Два турецких спортсмена приехали сюда. Бывшие подопечные байца. Но на самом деле нет. Потому что они начали заниматься в эпоху после Васи Байца. Самый кочующий троплик. Даже, по-моему, и с кем только не работал. Абсолютно с непрыжковыми странами и командами, как с Испанией, например. С Голландией. Ну и со своими соотечественниками даже немножко. Но в основном его успехи ассоциируются с японцами. И короткий, но очень плодотворный период с чехами. Но там начать и закончить сколько всего с ним происходило. И насколько зачастую судьба была несправедливая и воздавала ему не по заслуке. Надо сказать, что он и сам такой довольно конфликтный третий. Начальство он зачастую не ладит. Фельдорян. Представитель. Мынский этап. В Рыжнове не состоялся. Первый представитель заокеанской школы. Берем ее как некую объединенную. Эндрю Оллауд. Надо сказать, что у них будет супероткрытие заново трамплинного комплекса. И они очень надеются на то, что эта база, которая все-таки относительно недалеко для американцев, недалеко 5 часов на машине от Нью-Йорка, позволит им изменить ситуацию. Потому что на данный момент и в прыжках, и в двоеборе. И соответственно, пока, ну а пока, к сожалению, пока ни одного такого прыжка, который бы уж явно отправлял участника в пятидесятку сильнейших, мы не наблюдали. И тут же резко меняется все, потому что на стартовой площадке Лае, а Лае это все-таки призер Олимпийских игр, хотя и выйдя из запаса тогда в Корее. В этом году он не хочет никаких запасов. И смотрите, совсем другая история. Хорнгайфер, спрятанный за маску ФСП, более чем убедительно, он уже сейчас может считаться финалистом. Хотя это далеко не рекордные пока показатели, и рекорд этого трамплина принадлежит Роби Йоконсону в начале декабря прошлого года. Летающие усы и все то, что к ним прилагается, улетели на 142,5. Но здесь через Капоинт даже перелетали во время тренировки очень немногие. Не буду сейчас это все перекапывать, просто потому что сейчас исторический момент, можно так считать, потому что пошли люди, по которым очень многие болельщики соскучились. Так, например, Эксрикар Фанэмелл безумно рад. И надо сказать, что Тагилл это счастливое место для него, это место первых его побед в 2014 году. Он даже дубль, по-моему, он взял здесь. Из-за травмы Андрюш вылетел с лета 2019 года. Больше двух лет он отсутствовал в крупных соревнованиях. И тут же... Не тут же, потому что следующий после китайского спортсмена Соня. Которого просто сбросили на ходу, потому что партия постучала кулаком по столу. Там очень напряженная обстановка. Вокруг сборной всегда и была. И это совершенно специфические условия. Когда будет побольше у нас времени, я об этом расскажу, конечно. И вот он, Пайер. Добрый путь, говорим мы Келяну Пайеру, который мгновенно стал одной из звезд международных. Выйдя в тройку на чемпионате мира 2000 года, злополучно он вылетел надолго. И вот сейчас он возвращается для того, чтобы идти широким шагом наверх. По какой-то причине была здесь монтажная пауза. Возможно, часть аудитории с этого момента к нам присоединяется в таком случае. Мы ее приветствуем и напоминаем, что присутствуем на первой квалификации кубкового снежного уже на сей раз сезона. Кубок мира бывает только зимний, летний это по-прежнему гран-при. Хотя некоторые считают, что это и несправедливо. Кевин Мальцев первый представитель эстонской команды, который отработал на своем домашнем чемпионате. И неплохо, но интересно. Некоторые с улыбкой говорят, что выиграл уровень. Да, двоеборец стал первым, Мальцев был вторым. Нынно замкнул тройку сильнейших. Нынними еще и немножко финпо-подготовки, как вы все знаете. А Айгро тогда отсутствовал. Из-за того, что у него так же, как и у Амана, было повреждение связок голеностопа. Если я правильно помню. Но, к счастью, восстановиться удалось ему точно так же, как и Симону. После двух сверкающих прыжков, качеством своим, смена дальше, пускает пятидесятку сильнейших. Опять некоторый коллективный спад. И Декадин это впечатление не исправил. Ну, так вот, что нам скажет олимпийский чемпион 2018 года, который очень надолго исчез с орбиты. Но, как сказать, он по-прежнему супер популярен. Как вы видите, что личный спонсор по-прежнему при нем благополучно. Но прежнего Веллингера мы не видели уже очень и очень давно. И первые ласточки полетели на чемпионате Германии. Очень надеемся, что, конечно, по-прежнему еще очень молодой спортсмен, который справился полностью и физически, самое главное, с психологической точки зрения, со своей травмой колена, которая очень долго не пускала. Появляется автоматизм постепенно. Но вот вы видите, в осложненных условиях Веллингер здесь не очень справился. И надо сказать, что сейчас выглядел хуже, чем во время тренировки. Не долетел даже до 100. Даже те, кто сейчас лидирует, еще формально не вышли в основные соревнования. А Веллингер только шестой после всех этих поправок. Но у него практически был пустой воздух. Веллингер не поддерживал его ветерок. Короткий, закороченный разгон с расчетом как раз на встречный ветер, который несет. Но несет он далеко не всех и далеко не всегда, к сожалению. Днил Васильев самый молодой участник сегодняшних соревнований. Представитель фамилии Дмитрия, многолетнего лидера российской команды. Но здесь пока идет процесс обучения. Вот интересный момент. Сейчас посмотрим, что когда уже больше будет стресс. Продемонстрирует Вилленстадт. 22-летний норвежец, который очень убедительно выглядел во время тренировочных попыток. И долгое время даже возглавлял промежуточный электронный протокол. Довольно агрессивненько он отработал, но тем не менее более скованно выглядел, чем во время тренировки. Либо Клип получает это приглашение. До этого в основном кубке выступал только в Лили Хаммере, где финишировал 46-м. Ну, Вилленстадт, к сожалению, тоже пока ничего себе гарантировать не может. Не долетая до Капоинта, как и подавляющее большинство сегодняшних участников. Тем не менее, все остаются в равных условиях с этим коротким разгоном. Хотя ветер теряет свою поддерживающую силу, это заметно. Самый рослый. Эти высокорослые ребята не дотягивают до отметки сотка. Этот пока еще начинающий свой большой путь румынский спортсмен. Про Эпчагу не скажешь, что он вчерашний юниор, 24 года, турецкому спортсмену. На уровне континентальных состязаний выступает как раз вот с Нижнего Тагила, с 2014 года. Прилично, настолько прилично, что самое время оглянуться на свой стайминг. Сколько они там намерили ветра-то ему. Минус 17 компенсация. Масштабы сюрприза приобретает то, что он сейчас выдал. Отправляя себя на пятую позицию. Батц с турками работал в Акурак до 2014 года, поэтому застал его этот спортсмен. Батц привез только двоих. Чехов пока все остальные не дотягивают до нужного уровня. Он считает, и лучше пусть по конте. Без лишнего стресса. Попрыгают. Должна быть психология победителя. А где ей взяться этой психологией, если ты с заведомо более сильными сразу начинаешь бороться. Им уступать. И теряешь надежду. Сокуп очень неплохой, допустим, полетчик. Очень воздушный прыгун. Но продемонстрировать это он сейчас не сумел. Ходишься? И вот видите, иллюстрация того, о чем говорил Батц. Кстати, обратите внимание, что радикально поменялась экипировка. Радикально поменялся инвентарь. Весь, можно сказать, такая произошла. Но о чем он говорит? Что на тренировках, вот когда они были со славянцами, во время сборов на тренировках они летели на уровне лидеров. Очень сильной, но и нервной очень часто славянской сборной. Вот вам, пожалуйста, еще и нестабильные по погоде соревновательные условия. Но зато обратите внимание на горочку приземления. И, конечно, Висла в самом начале сезона, таков. Зачастую говорят, что надо висловский этап. Специалисты, некоторые прыгуны и болельщики говорят, что надо на базу Хулы переместить эти состязания. Только 98, и тем не менее, они эти 98 польскому ветерану, который еще не закрепился в основе, ждем этот момент. Меньше 100 метров длина прыжка. И полосок. Полосок, который очень надеется, что приход нового специалиста, а также он очень надеется на восстановление Романа Куделки. Куделка сейчас работает с тренером базы. Единственное, но что он еще с больших трамплинов-то вообще, по-моему, не прыгал по сей день ни разу. Только лишь сномал нормально, на среднем. Но это больше похоже на правду. Так, в принципе, и во время сборов вот этих совместных полосок выглядел убедительнее, чем его напарник. Уже теперь восстановится физически. Он набрал, он очень много работал над физикой. Кстати, как и эти ребята тоже. Они стали прыгать гораздо более агрессивно. И иногда получается. Денис Корнилов, самый взрослый участник сборной хозяев. Но всякими мыслями о ветеранстве себе голову не забивает и хочет продолжать. Это важно. Пошел Денис. Добрый путь. Постарался держаться и идти вперед. Постарался не разваливать отталкивание. Но отталкивание получилось каким-то уж очень... Мотивация средняя по сегодняшним масштабам. Не рекордно большая. Девятая позиция. Шансы есть. Это пока еще далеко не тот Корнилов. Но самое главное, что у него есть мотивация. И его многие очень цитируют. Его очень хорошо помнят. 65-летний спортсмен впервые выступал два десятилетия назад. Садреев. Садреев. Промежуточное лидерство светило ему. В буквальном смысле этого слова. Там неоновая, это зеленая полоса. Учитывая все поправки и оценки, оно ему не перешло. Но тем не менее, все основания быть собой довольным. Вот интересный парень. Земляк. Легенды славянских прыжков. Примуша Петерки. Справляется с задачей минимум. Лаврокос. Который на Кубке мира. По первонача вполне. Дважды в тридцатке. В лучшем старте даже 21-й. Но летальница это летальница. Аист это аист. И здесь, в общем-то, ему тоже хватит этого. Для того, чтобы участвовать в основных соревнованиях. Трофимов. Трофимов. У которого, по-моему, воскресенье. День рождения. 32 в этом году. Ну, в этот уикенд, по крайней мере. Честно говоря, то, что он на летнем чемпионате. На сеннем. Так это назовем. В Сочи. Показал. Его заветного часа. Восемь сезонов. Была яма, когда у него не было очков. Владислав Раски. На летнем гран-при. Проблески интересной формы. Появлялись у экс-чемпиона мира среди юниоров. Огромная была сенсация. Первое достижение в истории. Вот это... Первым болгарским прыгуном, который покорил такую высоту. Прилично, прилично сохраняется летняя готовность. В какой-то степени, по крайней мере. Я понимаю, понимаю. И выводы из каждого прыжка делают. Но, опять-таки, мы видели межсезонье. Мы видели, что Влади допустил вольности в ношении костюма своего. И по четвертому пункту дисквалифицирован. Соответственно... Маленькая сенсация. Пока был еще Каенковский. Пока еще подключался Вяйтайнен тот же самый. Но он, опять-таки, работал в Европе с китайцами. Но в Европе тогда еще что-то можно было ждать. Сейчас нет. Опа! Отличный прыжок японского ветерана из малого 36-летнего Тайкиито. Для молодым. Но говорилось о том, что у Касаи, допустим, появится шанс попасть, вернуться в основную сборную. Если он попадет в топ-3, там и в топ-10, увы, попасть не удалось. Самый нестабильный, хотя и самый молодой, и самый подающий. Как любит штампованно оформлять эту мысль. Питер, к сожалению, тоже достаточно нервен. В соревновательных условиях прыгает ощутимо хуже, чем в тренировочных. Но тут деваться некуда, потому что Дешванден... Дешванден с ковидом. Надеемся, что все неплохо. И смотрите, Доми совсем не согласен. Он не всегда может приземлиться. При этом очень маленькая компенсация. И он встраивается за Пайером. За Лая и за Пайером. За двумя монстрами, как говорят в большом спорте зачастую. В хорошем смысле этого слова. Вот тоже интересный претендент. Пока на постоянное место в основе. Пока ограничимся такими амбициями. Пока еще сделал заявки на чемпионате Австрии. И, собственно, по результатам этого чемпионата и последующего сбора зацепился за команду, которая, к сожалению, осталась без Шлири. Шлири все-таки подумал-подумал. Варианты были. Может попробовать еще в олимпийском сезоне, но нет. В сентябре он решил, что заканчивает карьеру. Тоже достаточно интересные новости о нем. Не жалейте его. Его жизнь только начинается. Другая новая. А пока поаплодируйте, пожалуйста, прыгуну сыну прыгуна. И совсем ныне не снежный, к сожалению, Южный Финляндий. Номер оправдывает ожидания легендарного, в том числе и благодаря тому, что воспитал недавнего обладателя Кубка мира Кабояси. Вяй Тайнена. И тут же, после удачного прыжка нынешнего лидера сборной Финляндии, с чем не очень согласен Альто, но текущие результаты говорят об этом как раз, следующим прыгает Ману Феттнер. Еще один. Ветеран, добившийся многого, но попавший в эпоху Шлири, в эпоху Моргенштерна. И все время он был как-то дублером на фоне их. Не отбираясь на чемпионаты на Олимпийские игры. Молодец, Ману. Вот тоже ему зачастую, может быть, надо меньше пахать и меньше... психовать по поводу итогов греться и забыть на какое-то время о прыжках. Ну, результатом вполне напряженного сбора прыжкового на сей раз. Вот ему это вполне помогло. И первый прыжок в район 130 метров. Выдает тот, который, несмотря на весь свой опыт, каждый раз висит между командой и некомандой. Но это вот уже было совсем интересно и многообещающе. Надеемся, что это будет не одно только мгновение. Дилен Бартон. Тоже все в порядке с преодолением квалификационного барьера. А то, насколько далеко к квалификации ты улетел. По большому счету, вверх ногами. Пошли словенцы. Хорошо с ними сработался новый молодой тренер. После того колоссального кризиса, конечно, который грозил вообще перед Олимпиадой развалить эту сборную в дребезги. Потому что кто-то был за, кто-то был против. А, собственно, взорвал все вот этот как раз молодой человек. В конце осени, в начале зимы. Зайц этим взрывом, осколками этого взрыва побило его самого. И прошлый сезон был совсем не такой, как мог бы выйти, если бы он был спокоен. Но вот здесь какая-то мазня получилась у него. Извините за это слово. Просто потому, что он разочаровывает. Порадовав, перешел к Ланишику. Главной кубковой надежды. Но вообще прошлый сезон не показатель, что и говорить. Когда он толком не думал о прыжках, когда он и ковидом переболел, и этот сумасшедший конфликт, и что только не было. Айгро возвращается после травмы связок. К счастью, возвращается успешно. Возвращается уверенно. Возвращается для того, чтобы быть завтра в основных соревнованиях. В руки на трамплине, который он прекрасно знает, поскольку работает вместе с финнами. Занял 14-е место. Трех братьев Превцев. Двое из которых присутствуют. А третий стал во второй раз в жизни папой счастливым. И именно по этой причине Нижнетагильский этап пропускает. Превц очень редко способен показать младше. Я имею в виду то, на что он по-настоящему способен. Пошел Шитнер. Амбиции Витхойцеля, старшего тренера. Выиграть национальный кубок. И выиграть желтую майку. Вот так вот. На мелочи не размениваемся. Заявил бывший в Долгожуко за Капоинт. Далеко за 120-метровую отметку. И выходит в лидеры Маркус Шитнер. Два австрийца в топ-тройке на данный момент. Ну а что нам покажет Сими? Угораздил же его поехать в этот Стокгольм. В аэродинамическую трубу. В результате потерял несколько недель. Но может быть и успокоился частично. Легендарный четырехкратный олимпийский чемпион. И любимец в том числе и российской публики. Не только потому. Мич не изменил себе. Пятнадцатая позиция. Вполне уверенно попадает он в основные соревнования. Но мы прекрасно понимаем, что при его-то титулованности способен на большее. Обмолвился он о том, что такие люди, как Норик Асай, доказывают, что он может еще выступать лет десять. Наверное, по этому поводу, думаю, не знаю. Но, по крайней мере, он в очередной раз отдалил все-таки свою финишную черту карьеры. Херл! И тоже все. Ну так все без грубых ошибок. На уровне семнадцати с половиной. И оценочки тоже. И с задачей минимум он справляется более чем убедительно. Из хозяев Садреев лучший. Шестая позиция Даниила. Айгро. Тоже уже в основных соревнованиях. Баженов и вот Корнилов в этот самый момент также становятся участником основного турнира. Цена, в отличие от Домена, не на замену вышел совсем. Несмотря на то, что он в прошлом году сполз в команду Б. Жалко, что один из подопечных приболел сейчас и заметно. Как и Аман тоже много работал в аэродинамической трубе. Ну и вот он, Виэтайнен. Всесторонне развитый человек, в том числе и кулинар высочайшего уровня, как вы помните. Что испек вместе с Альтоном? Ну гораздо меньше, чем удалось испечь в Скюте Сагу. Там есть возможность в воздушной фазе находиться несколько минут. Ни один из трамплинов не дает тебе такую возможность. И ты можешь по ходу этого висения в воздушном потоке делать разные модификации. Нельзя сказать, что это ему обеспечило какой-то прорыв. И видели мы в его исполнении куда более интересные попытки. Добрый путь, говорим мы лидеру российской сборной Евгению Климову, который вернулся на подиум в летнем гран-при и который приземляется в районе Капоинта. Плехов вполне удовлетворен этим промежуточным, безусловно, результатом. На сей раз в Сочи на олимпийском трамплине. Знакомым ему, собственно говоря, по Олимпиаде еще даже, когда он еще был немножко двоеборцем. Пригоршню звезд с неба не схватил, но убедительно. Убедительно и есть, конечно, возможность добавить. Накамура. Очень крепкий середнячок из сборной Японии не подводит и на сей раз. Братья Кобояси. Их тоже трое. Кобояси самого младшего. Потому что он дважды на чемпионатке юниоров финишировал в 25-м. Юн Сиро старший на вашем экране. Младший выиграл чемпионат Японии, как вы помните. Юн Сиро. Помните, если следили, разумеется, за информационным потоком. Юн Сиро замкнул тройку сильнейших. Вместе с братом. Сато был между ними тогда. На том подиуме способен, конечно, на большее. Нынешний Юн Сиро Кобояси. Как он выглядит по этой осени на сборах и на соревнованиях. Нужно стартовать и даже на какое-то короткое время стать лидером Кубка мира. Но это был такой единственный эпизод в его карьере, который потом сменился взлетом его... Младшего брата. Есть еще сестренка, которая, к сожалению, в основу команды не попала. Отбиралась недавно, оказалась шестой лишней. Очень такая дружная семья. Крепость традиционных устоев, как любят говорить. Позирование в кимоно и всякое такое. Бойк Лаус! Лучший среди американцев, объективно вообще, среди каких бы то ни было. В основные соревнования, да. Какое будет это иметь продолжение? Посмотрим. Полетом. Такова ирония. И мы вспоминаем те события невероятного декабря его. Рождение ребенка и завоевание чемпионского звания. И ковид, к счастью, в легкой форме. Ну а Муранька тем временем не показывает своего максимума, но и не максимума. Но достаточно для того, чтобы... По идее, тараканов-то он разогнал в своей голове. Как в народе говорят. Еще перед прошлым годом. Но здесь фактор не главный. Разгон тот же, но опять-таки направление ветра. Тоже важно не только силы, которая стала меньше. Вице-чемпион Германии. Нет, третий. После Лайон был. После Гайгера и Лая замкнул тройку сильнейших на стартовой лавке. Константин Шмидт. Ну и вы видите сами, что нам демонстрирует графика. Суиз тайминга. Ветер. Просто танец какой-то устроил над олбом трамплина. И тут уж, конечно... Гарантий никаких. Тем временем Веллингер... После смазанного прыжка Мураньки Веллингер попадает в основные соревнования. С этим немцем проблем ровным счетом никаких. Молодой Шмидт. Результатов по осени на старте сезона. Топ-десятка. Ни супер и ни худо. Михаил Назаров. Набравшись опыта и уверенности в прошлом году в Кубке мира выглядел очень убедительно. Став лучшим среди россиян. Ну и здесь вы видите, может быть, его условия были неидеальными. Может быть, и ощущения его были неидеальными. И, в конце концов, первый старт сезона и дома. Но представитель Московия на сегодняшний день. 28-я позиция. Нижний Тагиль был в топ-20, как и чаще всего, собственно говоря. В летнем гран-при в Щучинске, в Казахстане, возле Алматы и в Чайковском. Выглядел очень недурно. Был шестым, десятым был в Висле. Так что и летняя межсезонная форма была тоже очень даже. Важно не расплескать то, что набрано. Волны всегда тоже на стыке основы и не основы. Один только чемпионат мира за его спиной. И нет пока еще Олимпийских игр в его 26 лет. Конкуренция и длинная скамейка тем же понятно. И вот Доменпреутс. Доменпреутс, который заменил Петера. Петера мы ждем. Петер отобрался, убедительно отобрался в сборную. Хотя на внутреннем чемпионате он тоже ничего сверхъестественного не показывал. Но его место за ним, что называется, забронировано. Тройка выглядела Ланишек. Следующим образом Ланишек, Преутс и Елор, который, к сожалению, подхватил ковид. Очень не вовремя и перенес его весьма нелегко. Дальше был Кос. Ну, собственно, поделил третью позицию с Елором Кос. Затем Петер Преутс. Что касается Домена, то Домена не было в очередной раз близко. Но все прекрасно знают, на что он способен, хотя бы даже по тренировкам. Его потенциал постоянно виден. Но не намека на стабильность задействовать. И сохраненный снег тоже. Но сейчас там все в порядке. Кольца беговые и трамплины в полном порядке у финнов. Куда отправятся участники Кубка мира сразу? После Нижнего Тагила. Ашнвальд! Выход номер два. На сей раз пошел. Дал садвак зеленый свет. Компактненько так. Позиция на разгоне. Весьма... По-современному выглядела. Немножечко, наверное, не без этого тоже. Но Фил в основных соревнованиях. А так уж... Ему едва не труднее, чем всем остальным. И всем остальным пришлось. Во время выполнения своей квалификационной попытки он, конечно, себя не продемонстрировал. Кичи Сато. Сато был вторым на чемпионате Японии. Хотя... Ставки были гораздо серьезнее на Юкио Сато. 11-го... Кубки мира прошлого года. Хорошая динамика при отталкивании. Там и голеностопы даже так вот заметно. Насколько это возможно при конструкции ботинка задействованы по ветеранах. И последний старт... Призовой последний старт на континентальном кубке. И Кио Сато там был шестым тогда еще. Это... 2014 год. Но об этом позже. Форфан. Очень рад, что взоры федерации обратились на север. Потому что это его север. И он ждет, не дождется, когда его трамплинный комплекс тоже отреставрирует. А пока принимал участие в открытии заново еще одного классного комплекса. И никаких кризисов. А все-таки сезон был кризисный прошлый. Только 19 место. В общем зачете. Способен на большее. И начинает это потихоньку демонстрировать. Крафт. Неплохая была только что тренировка. В исполнении действующего рекордсмена мира. И чемпиона мира также. И победителя здесь в 2019 году. Эк. Коротко. Все титулы сейчас... Полетели вверх тормашками. Разбившись. А в квалификации прыгнул откровенно слабо. И это, собственно, совсем даже не он. Неузнаваемый. Совершенно. Но его неплохо подстраховали товарищи по команде. Но так он попадает опять-таки в опасную зону. Перед ним еще и Муранька и Прелц. Который тоже дожидается своей очереди. Самый младший, который. И Трофимов после этого неудачного прыжка легендарного австрийца. В основном в турнире. Его судьба оказалась в чужих руках. Но в итоге удалось. Пройти дальше. Штенкало. Ни да, ни нет. Но, похоже, все-таки... Да. 50 лучших. 31-я позиция Штенкало. Плохие новости для Крафта, Мураньки и Превца-младшего. Фьюз Пашке. Великолепный командник. Который сборной Хорнгахера, вне всякого сомнения, нужен. Чемпион мира. Прошлого чемпионата мира. Победитель в командном турнире. Домашнего чемпионата летит очень далеко. Компенсация в 9 баллов есть. Ветерок встречный присутствовал. Из-за этой минусовой компенсации он немножечко отступает. Танде. Тоже возвращение ведь. Хотя он сезонов не пропускал. Но вы все вместе с нами, конечно, переживали. После того страшного падения на гигантском трамплине, когда он был в искусственной коме 3 дня. К счастью, быстро восстановился физически и морально довольно-таки силен. На сегодняшний день очень с большим желанием выступал на чемпионате Норвегии. Как никогда просто-напросто. Но судьба так его испытывает. И весь прыжковый мир за него переживал. Дани в основном турнире. Выдув попали эти ребята. Косой ветер не особо далеко дает им улетать. Но вот здесь повезло. И Дани Хубер на данный момент номер один австрийской сборной. Самый стабильный на сборах. Чистая дальность не самая большая. Но, учитывая поправку и оценки, он обходит товарища по команде Шифнера. Не только обещать умеет Витхойцель. А, глядите, что творится. А вот так вот, если и дальше пойдет. И вице-чемпионы мира в команде. Втроем сейчас в четверке лучших. Юкио Сато. Убедительный ответ. Более чем. Малыш, но крепыш в смысле. Воспользовался той же ветровой обстановкой, которая досталась и Хуберу. И встраивается за ним. 3,4 балла между ними. Такой вельвет. Мечта любого горнолыжника в первую очередь. Конечно, потому что конты прыжковых лыж для резания этого вельвета не лучший инструмент. Лендвик. Тоже вот покрепче бы нервы Мариусу Лендвику. Но сейчас эта пауза была стандартная. Перед десяткой сильнейших. Опускают открывающего и делают такую. Норвежский спортсмен отобрался. Наконец-то закрепился в основном составе сборной. Начиная с Аберсдорфа. Но Аберсдорфский чемпионат не был чемпионатом мечты. И не отвечал, естественно, представлением всех о сборной Норвегии. Там отдельные организационные перестановки. Но нет, чехарду они не устроили. Нет, они не прогнали, конечно. Штокляй абсолютно правый. Отличный прыжок! Опять-таки, везение присутствует тоже. Но Ланишек не просто везунчик. Ланишек Примуша Роглича. Который очень рад достижениям своего напарника в велоспорте. Ну что ж, очередная пересменка. Ланишек теперь у нас перехватывает лидерство. Только-только помечтали вместе с Даней Хубером, что получат он дополнительные призовые за выигрыш квала. И на тебе вам. Кубацкий очень спокойно вообще относится ко всему тому, что происходит, как и всегда, и ко всему. Он, как правило, спокойно относится. Человек с очень крепкими нервами и с очень хорошим внутренним стержнем. Но когда дело доходит до серьезного дела, чемпионат Польши пока что это была только пристрелка для него. Где он был третьим. Ряд великолепных прыжков, ряд посредственных, в особенности, если учесть уровень тех людей, которые эти прыжки демонстрировали. Но вот вполне оправдывающий всегда свою фамилию Жила. Прыгун до крайности полной жизненной энергии. Чемпион мира наконец-то уменьшал свою долгую и всякую, скажем так, карьеру во всех смыслах его жизни, как шахматная доска. Планием за счет силы выбраться. Ну и плюс еще и ветром подвертело его. Но в планы у чемпиона и Польши тоже недавнего валиться неуправляемо на гору приземления. В планах такого не было. Психовал немножко, но дело сделал. Не идеально в надежде на то, что завтра будет лучше. Гайгер. Изумительные моменты в прошлом году и разочаровывающие моменты тоже были, когда он, в частности, на домашнем чемпионате не сумел победить, а стал вторым. с точки зрения спортсмен за один год пережил 10 жизней, как он сам говорит. Замыгает тройку. Один из серьезных претендентов на первенство и в общем зачете Кубка мира. Вот Олимпиада его мотивирует, конечно, но тем не менее и расстраивает по ряду причин, о чем я буду говорить несколько позже, когда у нас времени будет хотя бы в две попытки. Йоханссон. Рядки Йоханссон и тоже на чемпионате, который прошел примерно месяц назад, Йоханссон только еще идет, были убеждены они. И двукратный призер прошлогоднего турнира здесь в Нижнем Тагиле, на сей раз 13-й, но при лучшей погоде и выступит лучше. Рио Кабояси. Кризис у Кабояси младшего, не самого младшего, правда, но, как я уже говорил, самый младший еще неизвестно попадет в основную сборную или нет. Но этого самого титулованного у обладателя Кубка мира по итогам 2019 года кризис закончился и оказался он достаточно коротким. А ведь говорили, что без Виа Тайнена он не вернется. Но нет, мы видим обновленного Рио Кабояси. Чемпионы Японии почти вне конкуренции. Обратите внимание на то, что он в принципе работал практически инерционно, но вместе с тем, насколько агрессивно вперед было все движение, насколько мгновенно он прильнул к своим лыжам то, что пытались скопировать, когда он выиграл, несмотря на отдельные коррективы в регламенте соревнований ему не приходится. Третий в общем зачете Кубка мира и первый в очередной раз на турнире четырех трамплинов легендарный Камель. О! Должен быть сейчас лидером, если, конечно, не вычтут из его результата 25 очков. Нет, 15 с половинкой. 19 высокую, разумеется. Но Лисовские и все остальные единодушны. 19 баллов и Камель Стох новый лидер. Вот бы зачлось это еще и завтра. Кто там говорил по поводу внутреннего чемпионата, что, дескать, седьмое место, все. Стох в олимпийском сезоне начинает слабо и летние результаты тоже слабы. Как он сам говорил, самый популярный вопрос всегда был у журналистов. Ну а когда заканчиваем карьеру? Полушутя, полусерьез. Камель, который в своей карьере выиграл абсолютно все, что есть на кону, ни мотивации не потерял, ни себя не потерял, что очень-очень важно. Айзи. Прямая противоположность по характеру. Стихия совсем иная и это интересно. Айзен Бихлер конечно же прекрасно помнит, что именно на Айсте он потерял свою желтую майку. Конец оступица, учитывая его послужной список перед этим. Но Граннерут, который в одно мгновение превратился из аутсайдера в суперлидера, никому ничего не отдал. А до этого Рука и Висла были счастливыми для лидера сборной Германии. Сейчас ничего особенного в его попытке. И последний участник. Победитель всего подряд. Прошлого Кубка мира. О чем он узнал на ковидной койке, по сути дела, и нынешнего Гран-при летнего. Начало было неплохим, но потом прижало его. И прыжок получился не Гран-Рудовский, что-то... Хотя некоторые не особенно доброжелатели. все дожидается, когда же наконец эта череда беспроигрышная закончится, как это заканчивается в принципе у всех и всегда. Но мы надеемся, что он нас не разочарует в нынешнем сезоне. Сток становится победителем первой квалы в нынешнем сезоне. Где там наши скептики, а? И провожатели его на досрочную пенсию после 14 сезонов в Кубке Мира. Сток выигрывает, Ланишек второй, Данья Хуберт третий. Вполне разнообразно по национальному представительству будет десятка сильнейших, но отметим, конечно, достижения австрийской сборной, наличие двух японцев, также девятая и одиннадцатая позиция Упайера и Питера. И так и осталось. Трофимов оказался последним из тех, кто отобрался и стало быть Муранька, Превц-младший, Крафт, Крафт, Зайц и Альто, и Хуа, и Козишек и далее все остальные тоже в основные соревнования не попадают. Субтитры создавал DimaTorzok